Ай, молодец, еще, 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 молодец, хорошо, ай, бравушки, ай, браво, молодец, ай, браво. Док-фитнес изначально возник как направление ветеринарии, а именно реабилитация собак после операции травм. Очень важно при реабилитационном фитнесе сотрудничество инструктора и ветеринарного врача, курирующего собаку. Несомненную пользу Док-фитнес приносит и клинически здоровым собакам. Безусловно, каждый владелец собаки хочет видеть своего питомца крепким, здоровым и жизнерадостным. Активный образ жизни и наличие достаточного количества свободного времени хозяина могут обеспечить питомцу необходимую физическую нагрузку. Часто бывает иначе. Док-фитнес помогает владельцам собак поддерживать хорошую физическую форму питомцев, добавить ярких положительных эмоций в жизни собаки, возможность реализовать себя, тем самым снизить вероятность собачьего вандализма дома. По опыту замечено, что собаки занимаются с большим удовольствием и с нетерпением ждут следующего занятия. Особенно актуально в последнее время использовать Док-фитнес при подготовке собак к выставке. Говоря о более качественном показе на выставке при высокой концентрации внимания собаки, вырыбанных занятиях Док-фитнесом посредственно специальных комплексов упражнений, можно значительно скорректировать недостатки экстерьера, как-то размет, сближение передних и задних конечностей, хвостов шеи, недостаточно сгибания колена и локтя, так называемые ходульные движения, слабая спина, недостаточный толчок задних конечностей, куполящий поясницы, и нахоть, слабый вымах. И в итоге получить более качественную стойку с хорошим балансом переда и зада, красивый мышечный рельеф, продуктивные сбалансированные движения и яркий темперамент. Кураж собаки. Силу высокой эффективности Док-фитнес получил свое развитие и в сфере подготовки спортивных, а также ездовых собак. Спортивный Док-фитнес позволяет повысить выносливость, гибкость, координацию движений, что очень важно при выполнении собак в упражнении всех нормативов, и в итоге положительно влияет на спортивную карьеру собак. Кроме того, занятие спортивным фитнесом повышает концентрацию внимания собаки, а в период интенсивного режима спортивных тренировок снижает излишнее движение мышц. Следует помнить, что при подготовке ездовых и беговых собак важно развивать не только скорость и выносливость, поэтому необходим целый комплекс специальных упражнений, а не только бег, в том числе и беговые дорожки. Несомненно, Док-фитнесом могут заниматься собаки любых пород с учетом их индивидуальных особенностей, в том числе и метисы. Начинать занятия целесообразно со щенками в возрасте 5-6 месяцев. Также существует Док-фитнес и для возрастных собак. Он направлен на улучшение качества жизни пожилого питомца, а возможно и на ее увеличение. Важно заметить, что регулярность занятий, комплектация упражнений, интенсивность нагрузки, количество подходов, особенности использования беговой дорожки определяются для каждой собаки и цели занятий индивидуально, непосредственно инструкторам по Док-фитнесу. Из всего вышесказанного следует, что сегодня Док-фитнес занимает значительное место в жизни многих собак и их владельцев, а занятия с инструктором не только решают поставленные задачи, но и приносят множество положительных эмоций. Продолжение следует...